Боже, милостью будь мне грешен, Создав ими Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешен, помилуй. Достойно есть всякого истин, блажите Тебе Богородицу, Пресвобоженную и пренепорочную Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херувим и Славнейшую, воистину Серафим, Безысление Бога Слова, Рожешую и Сущую, Богородицу Тебе величай Ему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресся из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисти Твоей, Матери Силы, Счастного Животворящего Христа, Святых Ангелов наших Хранителей. И всех ради святых помилуй и спаси нас, как благослови и человека любец. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастлая согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Небольшое вступление о молитве. Несколько молитв на русском языке в Великом посту. А то некоторые считают, и по-русски надо, чтобы их знать. Первое – это покаяние отверстия. Податель жизни, открой мне двери к покаянию. Ибо дух мой с раннего утра стремится к Твоему святому храму, имея свой телесный храм весь оскверненный. Но Ты, как милосердный, очисти Твоей благоутробной милостью. Второе – на спасение стюзи. Богородица, наставь меня на путь спасения, Ибо постыдными делами я осквернил мою душу И в лености провел всю мою жизнь. Но Твоими молитвами избавь меня от всякой скверны. Размышляя о множестве содеянных грехов, Я, окаянный, страшусь судного дня. Но, надеясь на Твое милосердие, как Давид, взываю к Тебе. Помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости. Господи, владыка живота, от которой молитва Ефрема Сирина считается. Господи, владыка моей жизни, не дай мне духа праздности, уныния, начальствования, празднословия и серебролюбия. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, дай мне рабу Твоему. Так, Господи, Царь мой, дай мне узреть мои прегрешения и не осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Праведники делали по несколько тысяч земных поклонов в день. По силе определись себя, и хотя бы сто поклонов сотвори на благо плоти и души. Святые отцы, заповедавшие поклоны, думали о душе. Но современные исследователи посчитали, что в поклоне гармонично участвуют все до единого сочленения тела. И пальцы, и кисти, и колени, шейные позвонки, все. Святые многими скорбями и потом утруждали плоть свою, чтобы дать свободу духу в служении Богу любви. Ну, а зачем кланяться? А Господь сказал, мы знаем, чему кланяемся. Мы знаем, а кто не кланяется, еще он будет знать, когда ничего этого нет. И подходя ко Христу, мать Зеведеевых сыновей кланялась. И слово кланяемся, посмотрите, сколько раз Библии встречаются, а сейчас никак. Склонить человека невозможно. Вот, мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Исайя 59.11 Ну, и вся глава эта помогает осознать величие сокрушенного духа. Когда его услышит Бог и простит, и приблизит к себе. Пост и милостыня. Вот крылья молитвы. Пост и милостыня. Мне вопросы задавали. Вот такой вопрос был задан. 1358. Церковь все мудро продуманное. В году 365 дней. 280 из них постные. То есть, одна треть не постная, а две трети постные. 76,7% это постные дни в году. Правила Петра Александрийского, 15-го. Ну, его же на слова, на Пасху он говорит. Никто да не укоряет нас за соблюдение среды и пятницы, в которые дни благословно заповедано нам поститься по преданию. В среду по причине составленного иудеями совета о предании Господа. Ну, а в пятницу, потому что Он пострадал за нас, Господь, на кресте Голговском. В воскресный же день проводим как день радости ради воскресшего в этот день. В этот день и колено преклонять мы не приняли. То есть, две-три молитвы, которые всегда достойно есть будет. Светися, светися, но в Иерусалиме. Ну, и немножко прочитать. Некоторые берут и говорят, ну, а в уста-то не грех, ничто входящее в человека извне не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека Марка 7.15. Это место и подобное ему, например, о том, что пища не поставляет нас перед Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься, вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение, всякому верному церкви понятно. Мы говорили об этом, в этом месте. Еще раз прослушаем. При посте установлено воздержание от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста. И он столь существенен, что считающие какую-либо пищу скверны, присчитается к еретикам. То есть вот нельзя есть то. Вот мы жили, помню, сосед ходил, он грачат там, грачей много было, залезет оттуда, накидает их. Они очень жирные, он их промоет, а у нас считалось это нельзя. Другой приходил у меня, брал сусликов, я их обдирал, сдавать. Он тоже брал елю. У нас нельзя, это поганое называлось, слово такое. Не склонным к посту на этом надо было настаивать, а не на том, что пост необязательный, хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором ему стоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательно есть средства к нему, считающиеся необходимыми, и именно пост. В совести говорит это всякому. Христос постился, Моисей, вождь народа израильского, постился, Илья, самый великий пророк, постился, Павел, говорит, постоянно в посте, молитве, в изнурении. А ты-то кто такой, если в этом они нуждались? Для успокоения ее они твердят, кто не постится. А я другим способом возмещу опущение поста. Плоть свою смирю без поста. Или мне пост вреден. Или говорят, я попощусь, когда захочу, а не в установленные посты. Это сектанты все говорят так. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Запомнить нам никто. Последнее также неуместно, потому что церковь одно тело, и желание обособиться в ней от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее. А член ее не может так говорить и того требовать. Ясное дело, нужно отойти от церкви. Тогда делают, что хотят. Твори, выдумывай, пробуй. Как писал один самоубийца. Второе извинение имеет тень права. И точно. Пост не обязательен для тех, на которых пост действует разрушительно. Потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. А для кого? Для человек больной. Поэтому ему разрешается или, но не больше. Вино. Но если перечислить таковых добросовестно людей, которым нельзя опоститься. Ну, со всей строгостью. По нескольку дней не пить, не есть. То их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Останется один резон. Нежелание. А против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только когда осудят в ад. Хочешь, не хочешь, оступай. Схватят и бросят туда. Феофан Затворник. Вот о посте у нас практически что было намечено. Сказано все. Дальше будет другая тема избрана. Вот что-то тут темное такое. За молитву Святых Отец Наших, Господи Иисусе Христе, Свеней Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешным, яка не коли же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веково. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизней подателю, приди и вселися вны, и очисти меня от всяких скверных, и спаси, блажь и души наши, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Слава Свою Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веково. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веково. Аминь. Отче наш, иже истинный небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесть, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом, ибо Твое и царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаем те блажня, ангельскую песню пейте сильной. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвиг вместе, Господи, умой просвети и сердцем, снимай отверзи. Во неже пейте, Тя святая Троица, Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, ика и горж на деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А сна востал, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многера и Твоя благость и долготерпение не прогнелся на меня лениво и грешно. Не погубил меня со беззакониями моими, но человек олюбствовал, если обычный. И в вещании лежащего возник у меня, если твое же утрените, славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поущайте со славесем Твоим. И разумете заповеди Твоя, и творите волю Твою. И пейте Тебо исповедание сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Приидите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу. Цареве и Богу нашему. 67 Псалом Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, И да бегут от лица Его, ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассеи их, Как ты от воск от огня, Так нечтивы да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, Да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, Превозносите шествующего на небесах. Имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, Освобождает узников от оков, А непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда ты выходил перед народом твоим, Когда ты шествовал пустынею, Земля тряслась, Даже небеса таяли от лица Божия. И этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал ты, Боже, На наследие твое, И когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ твой обитал там, По благости твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, Провозвестни-киное множество. Цари-воин сбегут, бегут, А сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, Вы стали, как голубица, Которые крылья покрыты серебром, А перья чистым золотом. Когда всемогущая рассея у царей на сей земле, Она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Вассанская, Гора Высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, На гору, на которой Бог благоволил обитать, И будет Господь обитать вечно. Колесниц Божьих тьмы, Тысячи тысяч, Среди них Господь на Синае, В Освятилище. Ты вошел на высоту, Пленил плен, Принял дары для человеков, Так, чтоб испротивившиеся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день, Бог возлагает на нас бремя, Но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, Во власти Господа Вседержителя, Врата смерти. Но Бог сокрушит голову у врагов своих, Волосатая темя закостенела у своих беззакониях. Господь сказал, От вас сана возвращу, Выведу из глубины морской, Чтобы ты погрузил ногу твою, Как и псы твой, Язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, Шествие Бога моего, Царя моего, Восвятыни. Впереди шли поющие, Позади играющие, На орудиях, В середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, Вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, Князь их, Князя Иодины, Владыки их, Князя Заволоновы, Князя Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу, Утверди, Боже, То, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме Цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, Стадо волов Среди тельцов народов, Хвалящихся слитками серебра, Рассыпь народа, Желающий браний. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, Пойте Богу, Воспевайте Господа, Шерствуя еще на небесах небес От века. Вот, Он дает глазу своему, Глаз силы. Воздайте славу Богу, Величие его над Израилем И могущество его на облаках. Страшен ты, Боже, Восвятилище твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог. Слава Цену и Святому Духу, И ныне и присно, И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом Ей многих щедротов и неизреченной милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо от дел да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня Но эта вера да будет больше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника славы Твоей вечной И да не похитит меня, Сатана, и не похвалится Слово, что уторг меня от Твоих руки ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил матери моей Сподобуй меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил ко своей тайной грех И чтобы снова потруиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потруился с Атами Прещающему Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа Во седней жизни, ныне, всегда, веки веков. Аминь Святой Ангел, поставленный охранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое Не дав возможности взлома демону, починить меня с ее пребладанием от вас смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во седней моей жизни Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не продумать Бога никаким грехом И молись за меня, Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И сделал меня рабом, достойной своей милости Аминь Пресвятая Владычица, моя Богородица Своими святыми и всесильными молитвами Отгони от меня смиренно у несчастного раба Твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение Удали со скверные, лукавые И хульные помыслы языка моего сердца И помраченные ума моего И погаси плави моих страстей Ибо я у Бога несчастен Избавь меня от многих пагомных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечное. Аминь Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатий Владимир, Никита, Надежда В имя усердно к Вам прибегаем Скорым помощникам, молитвникам о душах наших Богородица, Дева, радуйся Обрадуна, Мария, Господь с Тобою Благословена Ты в жена И благословен плод чрева Твоего Яко родила Иси, Христа, спаса Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Чеснага, Животворящего Креста Господня Не остави нас грешных, уповающих на Тя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояния Твое Победа на сопротивные дары И Твое сохраняя крестом Твоим жительством Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Родителей, Сродников, благодетель Митрополита Элариона Епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела Диамида, Тихона, Антония Священная Рея, Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума Кирилла, Амбросия, Вадима Засимова, Викрия, Андрея Владимира, Максима, Дьяконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея Епископа Максима, Сергия, Кирилла Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора И весь священнический и иноческий чин И высшие истинные служители, миссионеров Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И нам, да, еще священник, если угодно тебе Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них И через них сотвори благое от церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Дагана, Амман И сохрани их от покушения на них И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет И научи нас ценить это мирное время Господи Божий наш, приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям Грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи, за прошедшую ночь Что жизнь нашу продлил и разум сохранил Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованное Тобою И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников И сохрани нас от всякого зла и в этом дне Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и потопления И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа И пришли добрые жители здесь имеют, сохрани школу Аллилуйя Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликтину Расшир пределы общей, найденовые души Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентину, Алексея Валерия, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра Александра, Александр, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех с кем мы познакомились Кому возвестили слово истины твоей Возри на зависть врагов, на их злодейство Клевету Не дай им погибнуть в ожесточении своем, Господи И в судный день не помяни их безумия и лжи Аллилуйя Виктора, Сергея, Алексея И всех неведомых, скрывающихся Подсматривающих, злословящих Ибо они не знают, что худо творят И благослови благодетелей наших Воздаем добром Елены, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимир Аллилуйя Путешествующих, Раисова, Бога, отступки, как Николая Михаила и всех найди, обрати Болящим Прости помощь твою, деснецую твою поддерживающую Дай силу все перенести и восстави их Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни За друзей и за врагов, за все, что ты допускаешь Ибо все свое время будет на пользу Хвала тебя за услышанные молитвы За близость твою За неложность слова твоего Аллилуйя Господи Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря Аллилуйя И найди все наше родство Евдокия, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну Аллилуйя Слава тебе, Боже наш, слава тебе Да будет мир, любовь и согласие по слову твоему между нами Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьев наших И же с верой, надеждой на воскресенье жизнь вечная, отошедшая от жизни сей Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы Родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан И сотворим вечную память, вечный покой И нас прости в согрешениях наших Прости меня, Господи, что я сделал в ведении и неведении В уме и помышлении, в воде и в ночи, во все дни жизни наших Прости и помилуй, ибо ты благо человека любишь Аминь И найди, Господи, не познавших Тебя, Александра, Германа Всех врагов православия Благослови Самиру Дабы верила в Тебя, как Спасителя и Бога Аллилуйя Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного Слава Тебя, наш Бог Иегова, Авва, Отче Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна слава Его, Аллилуйя Слава Выше Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину, Аллилуйя Воздай вечность и добро Марии, Михаилу, Анны, и всем, кто трудился над душой моей, возрастанием ее в Тебе, Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем, Аллилуйя Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный Создатель Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за все Твои милости, добрый мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою Благодарю Тебя, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою помытарством, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего, Аллилуйя Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье, и Сергею Гавриилу Аллилуйя, никому не завидовать и не роптать Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ скрутости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездрани, Емиамос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изекииль Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрокев, пророк Михей, Аврам, Исаак, Иаков Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода твоего нашего отшествия не заставлась не готовыми Но чтобы вышли навстречу тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел Соделанных в духе святом с любовью. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Хвала тебе, милосердный Создатель! Молите Бога о нас! Святые Ангелы и Архангелы, Херувимы и Серафимы и все небесные силы, престолу Божию и предстоящие Святые Апостолы Петр и Павел, Евангелисты, Матфеи, Марк, Лука и Иоанн. Молите Бога о нас! Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые мученики и мученицы! Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стротилат и Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Сар Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Ленинмин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас! Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста! Анфиму, Вениамину, дай веру в Господь, не дай погибнуть им! И родители устраши за такое воспитание детей! Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые отцы! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий и Премстерин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Редонский, Степан Пермский, Серафим, Иоанн Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет и все переводчики Священного Писания! Молите Бога о нас! Да сохранит нас Господь в святой православной вере! А замысли ретиков ничто преврати и развей! Господи, я особо прошу о врагах, о их хитрости и лукавстве в беспокаянном! Освяти их сердце, эту тьму адскую, в которую сатана погрузил их! Не дай им погибнуть в этом ожесточении зависти! Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые жены и девы! Феку, первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалейна, Мария Египетская, Прискелла и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина! Да дарует Господь послушание и молчание! Соломудрие и стыдливость жёнам и девам! И сохрани их от всяческого поругания! Исправь непокоримость Галины, Семейство Евгении, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раиса, Марине, Юлии, Елены, Людмилы, Галины и Анны! Аллилуйя! И прими нашу молитву! И возди они рук, как жертву вечернюю благоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей, Господи! И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле! Услыши, Господи, исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам! И прими, Боже, нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них! Спаси их, Владыка, и помилуй, Чтобы душа наша вышла навстречу Тебе С горящими светильниками истинной веры и сосудами, Полными илея добрых дел, Соделаны в Духе Святом с любовью! Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит раб Твой! Аминь! Доброе утро всем! Мы сейчас утром всегда насчитываем, Готовим ролик «События дня». Вот что интересно, Зашли люди какие-то, Это уже, ну, полтора года назад, наверное, было И назвались они Колесникова, Николая и Анна Что мы старые люди, Приезжали дети, нам все настроили И просим вас, ну, хочется увидеть, как христиане живут Каждый день сделайте события дня, вопросы, ответы Ну вот мы установили это Сейчас уже 450 дней, ни одного дня не пропустили Каждый день есть что сказать А до этого у меня просто все это складывалось в архив Так и лежит, невостребованное К слову сказать, у меня еще пленки Прошлых лет интервью разные С репрессированными Лежат записанные пленки Еще на 2500 счетов